Здарова! На связи Шамшурин и в этом видео хочу пару слов сказать тебе про работу с возражениями, про женские проверки и все в таком духе. Ты знаешь, на самом деле женщины так устроены и такими их создала природа, что они будут тебя постоянно проверять на каждой стадии общения. При знакомстве с первых секунд, по поводу дать не дать свой номер телефона, при вызвании, на свидании, перед сексом и дальше в отношениях бывает такое, что женщина даже в отношениях постоянно мужчину проверяет, провоцирует, на что-то пытается его вывести. Поэтому работа с возражениями это очень важный пункт вообще вот всего соблазнения, работа с проверками с возражениями. Почему женщина, вот давай так в двух словах о причинах, почему она тебя все время проверяет, кидать тебе какие-то возражения, потому что она должна точно знать, что вот она отдастся, но не важно в плане секса или в плане там свое время отдаст, самому сильному мужику, то есть тому, который ей нужен. Сильный самец с сильным геном. Вот. Например, да, ты подходишь к девушке и девушка тебе говорит там, ой, а у меня есть молодой человек. Или еще мягче она может сказать, а вы, вам не интересно, может быть я не свободна. И представь, допустим, чувак говорит, блин, извини, и уходит. Вот зачем мне такой парень, зачем мне такой мужчина, который при мысли о потенциальном конкуренте куда-то растворился. Естественно, такой мужчина ей не нужен. И, соответственно, ну вот тебе просто несколько примеров. Например, возражение при знакомстве. Я спешу, я тороплюсь, у меня нет времени, я не знакомлюсь, я не хочу с вами общаться, у меня есть молодой человек, я замужем, я не даю свой телефон. Давайте я лучше ваш телефон запишу, давайте пообщаемся в социальных сетях, может быть лучше. Вы, наверное, с кем-то поспорили, что там. Вот если судьба, то мы с вами еще раз увидимся, но телефон я не дам. Почему вы меня на «ты» называете? Почему то, почему это? А вы со всеми так общаетесь, со всеми так знакомитесь? А почему вы не подошли вон к тем девушкам, подошли ко мне? То есть очень много проверок и возражений только при знакомстве. По поводу «вызвано», например, «а куда мы пойдем? А что мы будем делать?» «Слушай, я завтра не могу, наверное, я не знаю, у меня нет столько свободного времени сейчас на этой неделе». Вообще-то, ну давай так, позвони мне завтра, и вот если будет время, то да, мы с тобой увидимся и все такое. По поводу свидания, естественно, там вообще куча возражений, куча проверок. По поводу «не трогай меня», «ты хочешь все испортить, наверное», «убери руки». Там, на первом свидании нельзя то, на первом свидании нельзя это. Там, ну, куча всего такого подобного. То есть она тебя проверяет. Классная девка проехала на БМВ. Вот, и перед сексом тоже. Перед сексом не надо все портить, мы еще мало друг друга знаем. У меня еще дела. Сейчас, представляешь, там 3 часа ночи девушка говорит, у меня сейчас еще дела срочные, поэтому я, наверное, пойду домой. И мужик говорит, да, ну, хорошо. И потом она просто перестает вызваниваться. Наверняка было и у тебя, и вообще у каждого, кто смотрит, такое, что ты оказался у девушки дома, или она у тебя дома оказалась. А прикол в том, что если девушка уже пришла к тебе домой, ну, она согласна на секс. Потому что если бы она не хотела секса, она просто ни под каким бы предлогом туда не зашла. Вот, начинаешь ее трогать, она говорит, перестань, там, я еще не готова, ты сейчас слишком торопишься, то да сё, там. Вообще-то я думал, что ты хороший человек, а ты пытаешься что-то тут меня, типа, лапать, бла-бла-бла, там, ты такой мудак. И ты говоришь, ой-ой, извини, нет, нет, а завтра ты просто ей звонишь, и она просто не берет трубку, не вызванивается. Или начинает как-то сливаться с следующих свиданий, ты думаешь, почему я там влюбился. А именно потому, чувак, что она тебе дала шанс, она говорит, возьми меня. Для женщины важно, чтобы не она дала, а чтобы у нее взяли, неважно, секс это или телефон. А ты ее не берешь, ей, естественно, нужно сложить себе ответственность, показать, что не надо меня трогать, там, я не такая. Но она тем самым говорит, чувак, давай, прояви настойчивость. А ты не проявляешь ее, и она тебе сливает, ей такой мужчина не нужен. Вот возражение, это целая тема, гигантская тема. Ну, вот смотри, по идее, очень хочется много чего тебе сейчас рассказать, но я это буду рассказывать. На своем тренинге, в ближайшем, онлайне, по идее, есть вот несколько типов работы с возражениями, то есть несколько стратегий, это юмор, когда она говорит, у меня есть молодой человек, ты говоришь, да у меня тоже есть молодой человек, он очень ревнивая скотина. Если сейчас нас с тобой вдвоем увидят, блин, честно, много, ну, мало нам не покажется с тобой, там, и угораешь. Вот. Бля, что они все спесили, что ли, я не помню. Вот. Допустим, следующий вариант, это искренность. Он говорит, у меня есть молодой человек. Ты говоришь, подожди, но мы же можем попробовать просто с тобой пообщаться, выпить чаю. Я не предлагаю тебе, чтобы я занял его место. Возможно, это может быть не самый любимый твой молодой человек. Есть смысл просто сейчас хотя бы со мной пообщаться здесь в моменте на улице. Я тебе что-то хорошего пожелаю, и пойдешь. А потом через пожелание этого хорошего ты уже вытягиваешь все равно, заинтересовываешься, вызываешь доверие, берешь телефон, дашь какие-то эмоции и так далее. И потом, возможно, девушка даже с тобой встретится. По поводу, это была искренность, по поводу игнора. Она говорит, у меня есть парень, ты говоришь, давай, что там, 8, 9 и так далее. Не обращаешь на это внимания. По поводу адекватного негатива, если девушка начинает реально негативить, типа, чувак, там, сейчас придет мой парень, даст тебе пизды. А если ты при этом улыбаешься, подходишь, почему она выливает на тебя этот свой какой-то необоснованный гнев, можешь ей сказать, загляни внутрь себя, что тебе хочется в данный момент. Сказать, ты охерела вообще, я к тебе подошел с улыбкой, а ты мне такие вещи говоришь, скажи, ты охерела. Вот, ну, информация огромное множество по поводу возражений. Просто тебе пример, допустим, у меня есть парень, у меня тоже есть парень, мы ему ничего не расскажем, у каждого свои недостатки. Ты сейчас это сказала так, как будто это твой диагноз, но это все степ. Допустим, если мы пару минут с тобой сейчас просто пообщаемся здесь на улице, ничего с твоим парнем не случится. Либо, причем, если твой молодой человек, я же тебе секс сразу не предлагаю, давай просто поболтаем. Вот, либо, ну, куча, куча, куча вариантов. Что делаю на тренинге? На тренинге я даю все эти возражения. Максимальное количество, что я, что мои ученики, что мои коллеги, вот, то есть то, что у меня есть, то информация, что я слышал за все эти годы. Я сгруппировал в какой-то список и даю вот эти шаблоны. Что касается этих шаблонов, я вообще стараюсь из человека ничего не лепить. Ты должен оставаться самим собой и при этом научиться соблазнять девушек легко и непринужденно. Но вот по поводу шаблонов с возражениями, да, ты должен знать, что ответить хотя бы на первых парах. Потому что ты подходишь и так волнуешься, например, девушка тебе еще говорит, вот, а я не знакомлюсь, там я, а вы слишком наглый, а вы такой-то. И ты начинаешь теряться, думаешь, блин, ну, то есть какой-то ступор и ты сливаешься. Когда у тебя есть эти возражения, такие секретные патрончики в карманах, ты на автомате уже можешь что-то отвечать, тебе уже спокойнее, однозначно будет спокойнее. Вот. Ну, еще раз говорю, тема гигантская, мне прям хочется все это рассказывать, но это моя работа, ребята, и я это даю только на тренингах. Собственно, к чему это видео было сейчас? Я напоминаю тебе, что уже завтра, 15 числа в среду в 10.00 утра открывается запись по цене 5000 рублей на мой онлайн-тренинг, который состоится 20 апреля. У тебя будет два дня, чтобы записаться, это 15 и 16, 16 в 22.00 запись по этой цене закроется. И да, она продолжится до самого тренинга, но тогда она уже будет по стандартной цене в 15 тысяч. Итак, напоминаю тебе, что завтра с утра, если ты хочешь принять участие, сделай это пораньше. Если какие-то вопросы, потому что для кого-то, кто не имел дела с подобными системами оплаты, типа GlobArt, которую я пользуюсь, если есть вопросы, там будет как минимум два номера телефона, мужик, позвонишь, тебе все объяснят, все расскажут. Но постарайся сам, чтобы лишний раз не дергать моего помощника. Что происходит еще раз? Ты попадаешь на страницу, которую я продублирую здесь под видео, нажимаешь кнопку оплатить, принять участие, тебе предложено будет несколько вариантов оплаты, любой там и банки, и электронные деньги, кошельки там какие-то, и киви, терминалы, и что угодно. Ты, соответственно, выбираешь удобный для себя, производишь оплату, получаешь на автомате ссылку с инструкцией, которая объяснит тебе, как принять участие в тренинге. Ждешь 20 числа, мы встречаемся 20 числа в 20.00 по Москве и начинаем менять твою жизнь. Все, увидимся, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok